Здравствуйте! В эфире программа выпуск в студии Ольга Илларионова и о главных событиях к этому часу. Сразу несколько мировых политиков оказались в немилости властей своих государств после поддержки российского лидера Владимира Путина. Неоднозначная реакция итальянцев на давний презент из Кремля для Сильвио Берлускони. Как отмечают в комментариях, за презент от Путина Еврокомиссия пообещала наказать бывшего премьера Италии. После заявления Маска появились сообщения, что нынешняя администрация Белого дома собирается проверить бизнес Илона Маска. Цитирую. На предмет угрозы нацбезопасности Соединенных Штатов. Вот так теперь выглядит США, пресловутая демократия. Говорить можно только то, что выгодно администрации. И эти люди еще учат нас принципом свободы слова. В похожей ситуации, кстати, оказался в Италии бывший премьер и лидер партии «Вперед Италия» Сильвио Берлускони. Выступая перед своими однопартийцами, он объяснил начало военной операции России на Украине, отказом Киева от минских соглашений. И рассказал, что восстанавливает сейчас отношения с президентом Бутиным, регулярные отношения, потому что стороны не должны терять возможность обсуждать друг с другом проблемы. И этого оказалось достаточно, чтобы итальянские власти начали грозить немолодому уже политику расследованием его взаимоотношений с российским лидером. А 20 бутылок водки, подаренная когда-то Владимиром Владимировичем Путиным Берлускони на день рождения, начали рассматривать едва ли не как взятку по прошественной ряде лет. Это все уже, конечно, друзья, даже не пародия на большую политику. Это попросту театр абсурда. Иначе не скажешь. Мне очевидно, уже сейчас на Западе начинают понимать, что происходит. Жители западных стран отчетливо видят некомпетентность своих правителей по падению уровня своей жизни. Ну что ж, надеюсь, скоро там поймут и то, какую правду отстаивает для своих граждан реальную правду в абсолютной системе координат. Россия. И делает это для всего мира. Вечные ценности и новые вызовы. Россия и мир, церковь и гражданское общество. В Москве состоялось заседание 24-го Всемирного Русского Народного Собора. Из-за пандемии этот форум три года был, что называется, на паузе. И вот продолжение дискуссии о роли православия в 21 веке. Наш 24-й Всемирный Русский Народный Собор проходит в те дни, когда миру объявлена война. Здравому миру, миру традиций и русскому миру, русской цивилизации в первую очередь. Трансгуманизм через 70 лет после ухода из жизни одного из его идеологов, фантаста Уильяма Степлдена. Секуляризация и пропаганда ЛГБТ-подходов, ЛГБТ-сообщества стали деструктивными векторами развития западной цивилизации, которые активно изо всех сил наши противники, наши, как я их называю вслед за вами, ваше святейшество, стратегические друзья, пытаются навязывать нашей цивилизации, нашему обществу, нашей молодежи. Но этому не бывать. Сегодня наш Всемирный Русский Народный Собор проходит в те дни, когда русский мир вновь в своей истории переживает момент истины. От того, как сегодня пройдет специальная военная операция, где мы решительным образом противостоим нацизму, невероятной, чудовищной жестокости, которую испытывают люди просто за то, чтобы оставаться частицей русского мира. И нужно называть вещи своими именами. Это война, это геноцид и ответственность каждого из нас. Мы недаром пришли в этот мир именно сегодня и призваны Богом именно сегодня прекратить подобное издевательство над фундаментальными традициями человеческой цивилизации и решительным образом искоренить с лица планеты и нацизм, и те совершенно деструктивные начала, которые Запад изо всех сил пытается индуцировать на нашу территорию, на наши головы, сознание тех, кто идет за нами. И еще раз повторю, этому не бывать. В этом году российский рекламный рынок перевернулся с ног на голову. Свои инвестиции в данном сегменте приостановили 159 компаний. С возможностью возврата рынок покинули почти 500 фирм. Количество полностью ушедших игроков составляет 320. И это еще не все потрясения, которые обрушились на отрасль. Ясно одно, рекламщикам придется подстраиваться под реалии. Что нужно российским торговым структурам, что нужно российским производителям. Когда мы встречались в начале осени в Завидово, был такой вопрос. А вот АвтоВАЗ, который продает на внутреннем рынке свои машины, вот ему какая модель рекламного рынка удобна? А вот Аэрофлот, который продает билеты для внутренних межрегиональных перевозок. И ему какая модель рекламы, в каком секторе удобна? То есть, с одной стороны, интерес конечного потребителя, а с другой стороны, интерес нашего либо ритейлера, либо производителя. Причем без разницы розничной этой торговли, оптовой этой торговли. Здесь тоже, в общем, нужно учитывать все эти позиции. И, конечно же, нужно понимать, что российский рекламный рынок, с моей точки зрения, с экспертной, он был частью глобального рекламного рынка, когда на российском рынке присутствовали транснациональные компании, поставщики товаров, услуг. И присутствовали те рекламные агентства, которые сопровождают их деятельность повсюду в мире. А в этом году мы видим другую тенденцию. И, собственно говоря, не нужно было особо думать про стратегию развития рекламного рынка. Были большие игроки, которые совокупностью конкуренции между собой задавали какой-то такой вот средний курс, средневзвешенный курс. На что бы это ни разобралось. Сейчас мы видим, что глобальные игроки ушли, а глобальные агентства, ну, скажем так, в лучшем случае локализовались. И, кстати, одна из тем дискуссии, о которой Вячеслав Володин говорил, как правильно выстроить баланс между национальными агентствами рекламными, вне зависимости от того, какова их специализация, и партнерствами с внешними игроками. Каждый раз, когда говорят про иностранных игроков, я всегда смотрю на восток. То есть не надо смотреть на запад, когда мы говорим про иностранцев. Надо смотреть на восток. И нужно соизмерять любые наши какие-то новеллы, в том числе связанные с лоббизмом, противодействием лоббизму, если это необходимо, с тем, что, да, есть некий перечень недружественных стран, которые приняли со своей стороны санкции против России, против российской экономики. Но в целом законодательство не должно закрывать нашу экономику. В современных реалиях на первый план должна выйти задача не столько распределения бюджета, сколько его наполнения. Об этом на пленарном заседании заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он отметил, что ответом на объявленные Западом санкции должна стать индустриализация страны. В связи с этим фракция ЛДПР предложила создать Банк развития. Этот финансовый институт сможет имитировать цифровой рубль и направить его на создание и развитие промышленных производств в важнейших экономических отраслях. Хотим выступить с инициативой в очередной раз о создании эмиссионного банка, Банка развития. Это совершенно четко связано с проектом федерального бюджета. При обсуждении бюджета мы обязаны касаться не только распределения средств, но и наполнения бюджета. Для сохранения суверенитета России и укрепления его нам надо многократно увеличить производственные мощности, станкостроительной и инструментальной промышленности, машиностроении, судостроении, авиастроении и многих других отраслях. Такая индустриализация требует появления специального государственного эмиссионного банка. Мы его называем Банк развития, который в отличие от Банка России сможет имитировать цифровой рубль, который в свою очередь будет направлен на создание и развитие промышленных производств в важнейших отраслях реального сектора экономики. Кредиты будут выдаваться под минимальный процент, не более 2%, а в наиболее важное для суверенитета страны отрасли может быть принято решение об отрицательной ставке. Такой опыт у нас есть. В свое время именно так было организовано финансирование критически важных отраслей промышленности и, в частности, атомной энергетики. Это предложение еще раз, Антон Германович, для совместного обсуждения. На этой неделе в Государственной Думе работает тематическая экспозиция, посвященная развитию Дальнего Востока. В мультимедийном формате представлены результаты работы по ускоренному развитию региона, также социальные инициативы и программы, крупнейшие инвестиционные проекты. Это очень серьезное событие, долгожданное событие. Хорошо, что оно проходит в столице нашей страны. Я обращаю внимание москвичей на проблемы Дальнего Востока, на красоты Дальнего Востока. Это, безусловно, безгранично красивая природа, огромные пространства, богатейшая территория, огромное количество ресурсов и, конечно, прекрасные люди, которые живут на Дальнем Востоке и которые до сих пор продолжают осваивать эту необъятную территорию. Вообще, развитие Дальнего Востока – это приоритет нашей страны, которую обозначил наш президент Владимир Владимирович Путин. И у нас работает программа по развитию Дальнего Востока. Но цели такие, чтобы Дальний Восток все-таки был территорией опережающего развития. К сожалению, несмотря на все усилия и действительно титанические усилия страны и правительства, и Государственной Думы, пока еще Дальний Восток – это территория догоняющего развития. Пока еще не решена проблема с оттоком населения. Отток населения продолжается, за исключением, может быть, Сахалина, Якутии. Там с этой проблемой пока справляются. Но действительно принимаются большие усилия, принимаются законы. Такой самый, наверное, распространенный, самый известный закон – это о дальновосточном гектаре. Это о создании территории опережающего развития. И мы во фракции ЛДПР готовы поддерживать все законодательные инициативы, которые идут на пользу развития Дальнего Востока во благо тем людям, которые живут на Дальнем Востоке. И к этому часу у меня все новости. Спасибо, что остаетесь с нами. Больше новостей смотрите на наших YouTube и YouTube каналах, а также в Telegram-канале. До свидания. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok